Это поэт, на которого я всё время сочиняю как-то в течение всей жизни. У него есть стихотворение «Это пролог». Вот оно про поэтов как раз. В этой книге всю душу я хотел бы оставить. Эта книга со мною на пейзажи смотрела И святые часы прожила. Как больно за книги нам дают они в руки И розы, и звёзды, и медленно сами уходят. Как томительно видеть те страдания и муки, Которыми сердце свой алтарь украшает. Видеть призраки жизни, что проходят и тают, Обнажённое сердце на бескрылом пегасе. Видеть жизнь, видеть смерть, Видеть синтез вселенной. Встречаясь в пространстве, Сливаются вместе они. Стихотворная книга — это мёртвая осень, Стихи — это чёрные листья на белой земле. А читающий голос, дуновение ветра, Он стихи погружает в грудь людей, Как в пространство. Поэт — это дерево с плодами печали, Оно плачет над тем, что любит, А листья увяли. Поэт — это медиум природы жизни, Их величием постигает при помощи слов. Поэт понимает всё, что непонятно, И ненависть противоречий называет он дружбой. Он знает все трупы, равно невозможны, И поэтому ночью по ним он спокойно идёт. По книгам стихов среди роз кровавых Печально проходят извечные караваны. Они родили поэта, и он вечерами плачет, Окружённый созданиями собственных вымыслов. Поэзия — горечь, Мёд небесный он брышет Из невидимых ульев, Где трудятся души. Она — невозможность, Что внезапно возможно, Это арфа, но струны, Пламена из сердца. Она — жизнь, по которой Мы проходим с тоскою, Надеясь, что кормчий Без руля проведёт наш корабль. Стихотворные книги — Это звёзды, что в строгой тишине Проплывают по стране пустоты И пишут на небе серебром свои строки. О глубокое горе и навек без исхода Остротальческий голос поющих поэтов. Я хотела бы оставить В этой книге всю душу. Стихотворные книги — Продолжение следует...